Включаю запись. Сразу сегодня в начале вас предупрежу, что у нас сегодня присутствует Екатерина Акимец, специалист Upline приложения. У нас этот вопрос сегодня коротенько в самом начале будет. Я сейчас познакомлю вообще с сегодняшним планом наших действий и тогда пойдем дальше. Как всегда начну с того, что мы за землю сегодня в ответе, скажу спасибо, завтра нам дети. Ну и так далее. То есть мы за будущее в ответе сегодня. И не случайно сегодня вот это видео, которое в самом начале был показан, запись по эко-сертификации, он не просто так для информации, хотя это тоже очень важно. Если вы внимательно слушали или смотрели, то там представитель, отвечающий за экологические вопросы, сертификацию экологических вопросов, четко сказала, что одним из критериев во многих тендерах мировых все больше и больше становится соответствие экологическим нормативам, экологическим требованиям. Если такого сертификата нет, то практически ни на какие международные тендеры генеральный подрядчик Skyway или же Global Transport Investment вместе с зоостроенными технологиями не сможет даже участвовать. То есть он не квалифицируется. Теперь понятно, почему прозорливо в самом начале Эко-технопарк так и был назван Эко-технопарком. Все вот эти деревья посажены не просто для того, чтобы там у нас были бы яблоньки у тех инвесторов, которые это пожелают и так далее. Это все делается ради благополучия в будущем. Таким образом, дорогие друзья, давайте пойдем дальше и посмотрим сегодня. Смотрите, что у нас сегодня с вами. Upline, приложение, инструмент инвестора, предпринимателя и его развитие. Этот вопрос я с конца перечня переношу в самое начало. И сейчас покажу вам несколько видео. Это только вступление для того, чтобы сколыхнуть памяти для тех, кто уже это что-то видели, слышали про Upline приложение. Это приложение-инструмент, который будет доступен в нашем личном кабинете для тех, кто пожелает или посчитает необходимым и готовы развиваться сами и развивать свою структуру, свою команду как инвестор-предприниматель. А для остальных это просто информация. Рекомендую к этому отнестись внимательно. Сегодня у нас еще просто ознакомительная серия. В дальнейшем целый ряд вебинаров будет, скажем так, тоже с определенными инструкциями, в хорошем смысле этого слова, или рекомендациями. И мы к нему вернемся. Потому что буквально собирались как всегда, хотели как лучше. Получилось немножко лучше, чем всегда. Не успели мы к первому числу по разным причинам выровнять все возможности и дать уже возможность входить и пользоваться, пока бесплатно пользоваться и знакомиться с этим приложением. Итак, значит, я Екатерину попрошу быть готовой на момент, когда эти видео пройдут. Тогда, если надо будет, она немножко прокомментирует нам, если будут вопросы. Так, и тогда мы посмотрим. Вот, короткая информация, прошу внимательно ее смотреть. Это на тот случай, когда у нас уже у вас будет доступ к этому приложению. Функции «Аплайн» можно всегда найти в левом краю экрана. При каждой функции вы можете найти видеоинструкцию, которая обозначена оранжевым значком видео, и тур, который обозначен буквой «И». В панели управления вы сможете найти выбор языка и настройки своего пользователя. Также в панели управления вы найдете обзоры повещений, которые нуждаются в срочном внимании и общую статистику вашего бизнеса. Следующим важным элементом является центр контактов. Здесь вы сможете управлять своими контактами и следить за их активностью. Точная статистика со всеми комментариями о каждом контакте доступна отдельно. В «Автостроители бизнеса» вы можете высылать вашим контактам презентации, создавать персональные шаблоны или использовать уже имеющиеся приглашения и скрипты для звонков. В «Центре ответов» вы найдете ответы на всевозможные. Это коротко сейчас об самой системе. Теперь посмотрите для тех, кто пожелает пользоваться этим делом. Дорогой партнер Skyway, хочу ознакомить вас с эффективным и удобным решением для развития вашего бизнеса – Аплайн. Что такое система поддержки Аплайн и что она делает? Аплайн делает все то, что должна делать компетентная верхняя линия. Аплайн поможет вам передать информацию о проекте быстро и профессионально на разных языках, ответит на возникшие вопросы, поможет вашим контактам в принятии решения и даст вам полный обзор происходящего. Вдобавок, к ранее упомянутому… Дайте знать, пожалуйста, здесь на экране, все ли видят видео. Екатерина спрашивает. Плюсик есть? Плюсик есть, да? Да, Екатерина, все видят. Спасибо, 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 друзья. Идем дальше. Все, спасибо. Спасибо, спасибо. К ранее упомянутому, система Аплайн содержит руководство и инструкции, которые обеспечат вам ее эффективное использование. Взглянем поближе на элементы Аплайн. Первый элемент – видеопрезентация проекта миллионам людей одновременно на разных языках. Благодаря этому качество передаваемой информации сохраняется. Теперь у вас есть возможность продвигать проект Skyway на тех языках, которых вы не знаете, не выходя при этом из дома. Второй элемент – интерактивная среда часто занимается. Задаваемых вопросов под названием «Центр ответов». Для более удобного использования вопросы, касающиеся проекта Skyway, разделены на группы. Ответы на вопросы доступны как в письменном виде, так и в видеоформате. Возле каждого ответа находится модуль обратной связи на случай, если ответ не был достаточно понятен или у вас появился вопрос, которого нет в списке. Информация, предоставленная в «Центре ответов», всегда точна, так как своевременно обновляется. Третьим элементом и незаменимым инструментом рекомендательного маркетинга является «Центр контактов». Здесь можно управлять своим списком контактов и следить за их активностью. Отслеживать можно каждое действие контакта, начиная с момента открытия электронной почты и просмотра презентации с точностью до процента и до покупки пакета. Чтобы работать было еще удобнее, мы добавили поиск по статусам контактов, возможность комментирования и календарь действий, связанный с Google. Четвертый и очень важный элемент – это обучение и управление командой. Для успешной работы в Skyway и Upline вы можете пользоваться как письменными инструкциями, так и обучающими видеороликами. Также в вашем распоряжении различные шаблоны телефонных звонков и приглашений по электронной почте. Можно использовать как уже имеющиеся, так и записать новые, если в этом возникла необходимость. Система поддержки Upline необычайно проста в использовании. С ней справится каждый участник, независимо от наличия опыта в рекомендательном маркетинге. В заключении скажу, что работая с Upline, вы обеспечите эффективное развитие своей команды, сохраните качество передаваемой информации, будете развивать бизнес на международном уровне, даже не зная других языков, упростите процессы работы и освободите время для важного. Воспользуйтесь системой поддержки Upline и убедитесь в ее удобстве и эффективности. В течение 7 дней вы сможете использовать систему абсолютно бесплатно. Если она вам подойдет, то выбирайте подходящий пакет и наслаждайтесь результатами. Так, дорогие друзья, значит, тут был вопрос, я пропустил это, когда и где можно найти и зайти. Значит, Людмила и все остальные. Дело в том, что здесь мы пока еще как бы дали такое знакомительное видение этого дела. В конце диктор говорит о 7-дневном бесплатной возможности от 7 до 30 дней будет. Изначально там будут свои условия, это все разработано. Сейчас идет доводка в кабинете. Заняло много времени именно, чего не предполагали. Заняло соединение двух, как бы, или введение этой платформы к нам в личный кабинет. Чтобы было очень просто войти партнеру, войти, кликнуть у него будет возможность это найти. Появится такая строчка там, оплайн, зайти туда, протестировать, попробовать, поработать своими, как бы, уже сложившейся первой линией, как он говорит в начале. И поработать с некоторыми новыми инвесторами. Потому что материал там весь под рукой. Не надо нигде шарик искать что-то и так далее. То есть, в этом плане все будет, как бы, в полном порядке. Будет техподдержка специально, она постоянно работает в оплайне. Это оплайн наша команда. Это, как бы, в Эстонии действующая команда молодых, очень таких продвинутых специалистов и маркетинга, и различных других сфер активной деятельности в интернете и так далее. Поэтому пишут, опоздало, начало не услышало. Ну, ничего страшного. А это зачем? Тут дело закрыто, корневое, а тут такой ролик. Какое дело? Видите, значит, какое закрытие, значит, корневой? Это не ради MLM. Это, скажем так, возможность работать и развивать свою инвестиционную команду. Причем тут что-то вы не то говорите. Итак, есть ли вопросы, дорогие друзья, к Екатерине Екимец? Нет вопросов пока? Или есть? Добрый вечер, если я немножко представлюсь. Добрый вечер, я, значит, представитель со стороны оплайн. Если у вас, если у вас этих роликов... Екатерина, пока нет, вас не слышно. Попробуйте. Не слышно? А сейчас? Если есть какие-то вопросы по поводу оплайн-системы и внедрения ее, то можно ко мне обратиться. Хрипит у меня или у Екатерины? Почему она вышла? Зайдите еще раз. Попробую еще раз. Слышно теперь? Если сейчас слышно, то да. Надо, значит, потрогать руками. Все правильно. Меня слышно, а Катю пока не слышно. У нее включено или нет? Я ее не слышу. Ага, у нее микрофон включен. Еще раз тогда представлюсь. На всякий случай, если раньше до этого хрипела, я просто в эти вопросы. Если какие-то вопросы будут возникать по поводу системы и его поддержки, то можно ко мне обратиться. Я буду здесь, потому что, если у вас какие-то вопросы появятся, то буду на них ответить. В следующий раз полностью тогда подойдем к этому вопросу. Мы немножко отработаем выход в эфир. Тогда сегодня пока все. Спасибо, Катя. По крайней мере, все видели, что вы есть. Вот. И, возможно, будем, невозможно, будем работать. И эта возможность будет. Да, хорошо. Мы немножко отработаем это дело. Все. Спасибо, друзья. Спасибо, Катя. Тогда сейчас мы пойдем дальше. Главное, что есть. Вы видели, как бы, что материал есть. И с ним можно будет работать. К этому вернемся обратно и на следующем вебинаре. Так. Таким образом, какая прибыль и откуда уже в 2017 году? И в порядке, или взаимосвязь этого с капитализацией. Смотрите, дорогие друзья, в чем дело. Мы уже неоднократно говорили, что по бизнес-плану, значит, выплата дивидендов... Да, Станислав. Хорошо. Ничего, Ирине ничего не понятно. Так. Разберемся. Это презентация нового приложения Upline. Мы к нему еще вернемся. Так что не забивайте сейчас себе голову, Ирина. Будет, будет запись. Таким образом, идем дальше. Смотрите, по бизнес-плану есть четко заложены две цифры, которые нас сейчас более-менее интересуют. Для начала. Это выплаты дивидендов в 2018 году по результатам 2019 года. Значит, за 2018 год по результатам это будет 2019, и за 2019 год в 2020 году будет. Но по этим двум годам, то есть за следующий и через следующий год, есть такие прибыли. Это, с одной стороны, это тоже есть, вернее, не прибыли, пардон, а выплата дивидендов, суммы обозначены. Прибыли несколько другие здесь. Так, здесь не видно прибыли. Изменяем денежный поток от операций. Прибыли здесь не обозначено пока. Так. Или, вернее, не было. Но есть дивиденды. И поэтому очень важно это учитывать. Теперь смотрим, что дальше. Уставной капитал. Мы знаем, да, что уставной капитал, акционерный капитал, коротко, 60 миллиардов и 73 миллиарда. Все вместе 133 миллиарда там с миллионами, да, даже с сотнями миллионов. Это столько уставной капитал. Ровно столько же и акций, потому что одна акция, ее номинальная стоимость 1 доллар. Вот. Теперь смотрите. Что там? Да, да. А, выплата дивидендов, нет, выплата дивидендов за 2018 год, Владимир. Где можно найти, Ирина? Эту таблицу вы можете найти в бизнес-плане, она есть в кабинете, в личном кабинете, в документах вы можете ее найти. Прибыль компании за эти годы и прирост имущества компании в 2018 год. В 2017-2018 году. Смотрите, значит, прибыли мы уже обозначил, показал вам. Вот они, да. Раз и два. Это миллионов долларов. Значит, видите здесь сколько? 469 миллионов и 1 миллиард 237 миллионов. Теперь смотрим дальше. Таким образом, вот они здесь прибыль компании за 2018-2019 год. За этот год, за этот год, за 2017 год, вот у нас здесь пока прибыли нет, потому что это год запуска проекта. Но, одновременно, не являясь, как бы производящим или извиняюсь, дивидендов нету, а прибыль все равно учетная есть. И смотрите, прирост имущества компании в 2017 году уже идет. И он минимум, минимум 1 миллиард или 1000 миллионов, 1 миллиард долларов США. Откуда он получается? Предыдущие таблицы. Верхняя строка, кто-то мне сказал. Сейчас посмотрим. Да, чистая прибыль, извиняюсь. У меня фокус разъехался. Спасибо. Вот, значит, Юра. Значит, смотрите. Получается этот прирост или капитализация типа А, капитализация типа А за счет того, что прирост имущества идет за счет строительства экотехнопарка. И капитализация выражается в чем? В том, что реальные затраты, реальные затраты у нас будут в пределах, ну, скажем, до 200 миллионов. Фактически, фактически, экспертная оценка и так называемая по методам сравнения оценка на рынке аналогичных, ну, с теми, с кем можно сравниться, чтобы оценить аналогичный экотехнопарк, с потенциалом, который у него уже существует, с производством, которое существует, это уже, как мы неоднократно говорили, более одного миллиарда. То есть, миллиард, там, 250 миллионов долларов. Это только экотехнопарк. Это говорит о том, что мы в балансе сможем внести и в расчетную прибыль можем внести вот этот, как минимум, один миллиард долларов. Это есть основная, как бы, капитализация, выраженная в этих цифрах. Капитализация B. Смотрите, где она просматривается. Она просматривается, если капитализация A, это прирост имущества, это дивиденды и так далее, то капитализация B, это количество, смотрим, по количеству акций. Если у нас 133 миллиардов штук, цена одной акции, сложившейся на бирже, ну, предположим, она будет, у нас она здесь по одному доллару, номинальная стоимость, она будет 1,1 доллар. Будет, предположим. Это значит, мы получаем уже общую капитализационную ценность, или, скажем, получаем общую сумму всех акций, стоимость их акций, в учетом биржевой котировки, 146 миллиардов. По уставу и по номиналу у нас 133, на бирже, на какой-то момент, а этот момент настанет, это 146 миллиардов. Капитализация 13 миллиардов 300 миллионов. То есть 146 миллиардов, отнять номинальную стоимость, это есть капитализация. То есть биржевая капитализация в объеме всех акций, всей компании. Если у вас миллион, то, соответственно, вы можете точно так же просчитать, какова капитализация ваших акций. Нет, дело в том, что, Юра, мы берем сейчас те, которые нас касаются акций. Правильно, всего у нас больше 400 миллиардов акций. Вопрос в том, все ли акции будут выводиться сразу на биржу. Скорее всего, может выводиться только часть. Какая разница? Здесь могло быть и 400 миллиардов. Момент тот же самый. Я взял чуть меньше цифры. Для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Таким образом, надо понимать и можно понимать капитализацию. То есть капитализация А, когда мы говорим о том, что прирастает имущество компании, получается дивиденды. То есть компания работает на прибыль, на дивиденды. И капитализация Б, когда мы говорим о так называемой биржевой капитализации выше номинальной стоимости акций. И теперь идем дальше. Смотрите, основное об IPO в рамках первичной предложения сделано впервые. IPO это вообще сделано первичное публичное предложение инвесторам стать акционерами компании. Это IPO. Если касается ICO, то есть первичное публичное предложение крипто, это предполагает, что существует и разработана связь между акциями и токенами, которые будут предложены. И тогда мы говорим об ICO. Надо выбрать правильную схему IPO и ICO. IPO это процесс, который идет более медленно. Он более как бы основательный. Для него проработан уже весь алгоритм выхода на IPO. ICO это достаточно новое движение. И поэтому с ICO несколько проще. И мы сегодня находимся в процессе разработки или доработки уже определенных звеньев решения в порядке привязки акций к крипто токенам. Или крипто решению. Криптированному решению на базе технологии блокчейн. То есть цепочек. И таким образом звеньев. И таким образом очень важно выбрать, как это делать. Выбор торговой площадки той страны. Как в одном, так и в другом случае. Причем мы вполне можем говорить о том, что и или мы делаем в конечном итоге и ли IPO или ICO. А может быть делаем IPO и ICO. Возможно и такие решения, кстати. Поэтому не разбираясь в различных деталях, я просто рекомендую это иметь. Где-то здесь себя на уме. Что ничего страшного. Решение будет разработано и предложено. Самое наилучшее. Сегодня у меня была беседа с одним из наших инвесторов. Который настоятельно, уже не первый день, не первый раз рекомендует. Вот зачем мы разрабатываем. Зачем энергию тратить. Давайте воспользуемся уже, ну например, тем же самым ванкойном. Или еще что-то. Что уже вышло на мировой рынок. Уже там есть миллионы пользователей. И мы сколько-то, сот тысяч тоже выйдем туда. Вы понимаете, что это другой бизнес. Там совершенно другая бизнес-модель. И это я сегодня сравнил. Сейчас думаю, что я не сильно промахнулся, когда сказал. Это все равно, что корове привязывать седло лошади. Понимаете? Или наоборот. А наоборот, я даже не знаю как. То есть колокольчик вешать лошади на шею, что вот-вот тебя скоро доить будет, пардон. Хотя и то, и то возможно. Вот. Поэтому, дорогие друзья, здесь надо очень четко это понимать. И учитывать. Выбор андерайтера. То есть, так называемого, кто подписчиком будет. Главная цель его проведения успешно IPO. В данном случае и ICO, кстати. Хотя такого термина еще нет в ICO. Но его абсолютно, вот этот главный андерайтер, который как бы сделал все для того, чтобы удовлетворить нас, имитентов. То есть, компанию Global Transport Investment. Так и инвесторов, которые получат в будущем или будут получать в будущем новые акции или токены. Все равно что. Но он такой нужен. Потому что это профессиональная деятельность. Сейчас идет работа с потенциальными специалистами. Компания, которая котируется. Если касается IPO, то пока еще нет такого. ICO. Есть специалисты, которые умеют это делать. Но нет компаний. Но и нет еще пока правил игры нигде. Основать основных. Есть только правила игры, которые требует рынок. Основные задачи, еще раз. Выбор схемы. Уже было сказано, да. Анализ компании Skyway. Он в любом случае нужен. Выходим мы на IPO. Выходим мы на ICO. Все равно нужно обязательно провести анализ компании. показать, что она из себя представляет. Каковы ее сильные, слабые стороны, преимущества. Какой ее потенциал. Как идет процесс. Сколько акционеров проявили уже интерес. Сколько инвесторов. И кроме того еще, что сюда входит? Анализ компании I. Подготовка. I. I. Подготовка и осуществление всех юридических процедур. Ведь я уже неоднократно говорил, и не потому, что тут я вот как бы организационно-правовые вопросы веду. Нет. Вы понимаете, что если мы где-то промахнемся с юридическими процедурами, потом мы очень много будем вынуждены затратить энергии на то, чтобы это выровнять или же съесть тот промах, который мы осуществили. Если мы в технических вопросах промахнемся, ну там ладно, это себе дороже в какой-то степени. Но с юридическими процедурами надо очень четко проработать. Поэтому, а над этим сейчас пока очень, ну скажем, сравнительно не сильно работает, потому что и правовой базы-то еще сильно нету. Понимаете? Поэтому надо учесть, что требуется, какие есть требования при выходе на ICO. Я имею ввиду ICO. При IPO все очень ясно, предельно ясно, как это делать. Юридика вся проработана, дорогие друзья. Теперь дальше. Описание бизнес-плана. Куда? Зачем мы зовем? Как работает? Какие? То ли мы занимаемся только одной технологией Skyway, или мы ориентируем ее на транспорт, или же мы в комплексе выходим со всем продуктом Skyway, который включает в себя не только транспорт, логистику, всю инфраструктуру Skyway. А включает в себя и интеллектуальные ограды, и строительство по технологии, которые, скажем так, подработаны, но будут в ближайшее время по мере развития и вхождения технологии Skyway в транспортные структуры. Транспортные решения будут подрабатываться, подтягиваться. То есть они требуют тоже своих инвестиций. Поэтому поймите правильно, что мир не заканчивается только на, или, скажем, развитие не заканчивается только на выводе и на завершение экотехнопарка. Поэтому это в какой-то степени ответ на вопрос, что вот MLM там, а что это только, значит, мы здесь занимаемся структурами. Почему нет? Это возможность всем, кто пожелает, сообразит, дофункает до этого дела, участвовать в бизнесе пожизненно и, что тут греха-то, взять и передать его еще и своим там детям, внукам. Почему бы и нет? Если у тебя ума хватило правильно включиться, правильно проработать, это же твое предприятие, это твой бизнес, твоя возможность. Но ты тут не один, у тебя целая система, и мы об этом говорили, это мощный ресурс, это колоссальная синергия, нигде этого не предлагают. А здесь такая возможность есть. Поэтому описать бизнес-план, инвестиционную привлекательность, плюс провести маркетинг, то есть осуществить этот процесс. Просто так где-то сказать, это ничего не сказать, ничего не сделать, загубить дело. Неважно, занимаемся ли мы выведением на IPO, то есть публичное предположение инвесторам компаний акций, свободных акций. Не наших, не твоих, не моих, не их, не их акций, а свободных акций, которые остались и остаются. Потому что под инвестиции выдаются в залог акции, но остается половина плюс одна акция, как в одной, так и в другой компании. Другого нам пока на рынок мы не выводили. Может быть будет выведено, какие-то другие еще акции, но поэтому я и говорю сейчас пока о 133 миллиардах, дорогие друзья, кто мне там задавал этот вопрос. Поэтому это очень четко и правильно надо учитывать. Теперь далее. Привлечение инвесторов. Каких инвесторов? Да, мы с вами инвесторы. Но есть инвесторы, которые являются так называемыми ключевыми инвесторами. В последнем записке, которая у нас была хорошо в резюме составлена и выставлена на чате, там очень, ну там хорошо сказано, что инвесторы выстраиваются, уже фонды выстраиваются, инвесторы это так называемые, ну как бы крупные инвесторы, которые заинтересованы в длинных инвестициях. В долгосрочных инвестициях, и которые могли бы очень долго работать с минимальным возвратом. Это очень важно. Это пенсионные фонды, это различные другие фонды развития, которые как бы, ну разделяют свои риски и стараются найти какой-то проект, который долгосрочно работал бы и поддерживал общую тенденцию сохранения капитала этого фонда. Вот, поэтому привлечение именно таких инвесторов, причем их не надо сюда большую какую-то команду или какой-то большой огород разводить, пардон. Это три, четыре, максимум пять мощных инвесторов, с которыми можно договориться, можно подготовить и тогда предлагать уже и здесь, и здесь. В данной ситуации предположим, что мы завтра открыли ICO. Хорошо, прекрасно, красиво все, да? Но сколько у нас сегодня людей, которые знают об Skyway? 400 тысяч максимум, в той или иной степени. Активных у нас 25 тысяч, 30 тысяч активных инвесторов. Вот наш ресурс и потенциал на сегодня. Как бы мы тут руками не размахивали бы и глазами бы не хлопали. Поэтому это надо очень четко представлять и учитывать. Теперь смотрите, дорогие друзья, еще что очень важно. Поэтому привлечение инвесторов это надо учитывать, надо готовить и надо подводить. То, что они где-то есть, сами появились, их кто-то привлек с определенными интересами. Это одна сторона дела. Другая сторона дела это когда привлечь управляемых инвесторов, которые готовы положить свое имя на алтарь развития этого проекта, на стадии подготовки перед выходом на открытое публичное предложение. Не важно, это в акциях или в крипто токенах, или в крипто выражении выводится что-то, как там назовут, это другое дело, не буду сейчас спекулировать названиями. Чтобы они сказали, что да, мы зарезервировали там столько-то миллиардов токенов или столько-то миллиардов инвестиционных акций, мы сразу уже, вот как только открывается, мы уже, то есть понимаете, да, как раньше когда-то в советское время стояли, то есть запись в очередь осуществляется. И все это объявляется другим. А остальные более мелкие инвесторы начинают смотреть, а, значит интересно, от этого зависит потом что? Зависит так называемая биржевая реакция на предложение. И мы с вами начинаем потихонечку получать свой шоколад в виде, значит того, что цены номинальные, растут выше номинальной стоимости, и это нам очень интересно. Это еще не, это еще не, как бы, капитализация идет, да, но это еще не дивиденды. Дивиденды зависят от чего-то другого. Еще скажу, то есть от чего от другого? Это зависит от того, как идут проекты строительства. Дивиденды у нас идут оттуда, и мы неоднократно об этом тоже говорили. Но дивиденды будут платить. Какие же по токенам, Сергей, извините за выражение, дивиденды? Токен, он и есть токен. Понимаете? Значит, если в данном случае, как, вот опять, это все зависит от бизнес-модели. Если токен является, или торговля токенами будет бизнесом головной компании, да, то это повлияет на, это будет прибыль, вот, это повлияет на дивиденды. Если нет, то здесь другая история. Сначала будет до номинальной стоимости. Нет. Значит, вы понимаете, Галина, что капитализация до номинальной стоимости. Нет, номинальная стоимость, она была обозначена, когда вообще ничего не было, было только записано, значит, было обозначено перечень ноу-хау или интеллектуальной собственности, которая была представлена в Лондонскому суду. Автор Анатолий Доварович Юницкий со своими партнерами, или в данном случае один, с экспертами оценили и сказали, это такая стоимость. Там процесс колебался туда-сюда, в конечном итоге сформировалось 400 миллиардов стоимость. Это стоимость акционерного капитала, который вкладывается в компанию. Теперь, с одной стороны, в шкаф положили на 400 миллиардов ценности технологии, которая получает свою активность только после ее сертификации, для того, чтобы ею начинают пользоваться. Так это просто технология, она ничего не стоит, пока она не сертифицирована и по ней не строят. Положили в шкаф. С другой стороны, чтобы процесс пошел, выпустили акции этого акционерного общества, которое называется Global Transport Investment. Выпустили эти акции и ровно на 400 с чем-то миллиардов. Причем, как бы структурировали, часть 33,33% это привилегированные акции, 67% или 66,77% это простые акции. Вот и все. И это по номинальной стоимости в один доллар еще ничего нет. Есть только технология. И это есть номинальная стоимость. То есть, мы записали, что это номинальная стоимость. Капитализация это когда выше номинальной стоимости. Вот это капитализация. Капитализация акций. Но за акциями что у нас стоит? За акциями у нас стоит имущество. С одной стороны, Экотехнопарка, который я вам показывал. Видели здесь? Вот оно имущество. Прирост имущества компаний. В какой-то степени на капитализацию влияет. Это капитализация А, назовем это так. Капитализация через прибыль компаний. Прибыль растет, компания богатеет, выплачивает дивиденды. Ее так называемая ценность повышается. Вот это уже другое дело. Оценивали интеллектуальную собственность. Да, да. До номинальной стоимости. Поэтому, Галина из Краснодара, что номинальная стоимость, она есть номинальная стоимость. И первая стартовая котировка будет именно, если мы идем на IPO, то тогда, или когда мы идем на IPO, то это и есть номинальная стоимость. Биржа отреагирует. Если мы плохо подготовили, не привлекли инвесторов, биржа скажет, о, это того не стоит, это вот один цент, пожалуйста, за акцию. Идет, то есть опустит там сразу на сто, в сто раз. Или наоборот, смотришь, что тут все стоят в очередь, отреагирует и будет стоимость как минимум уже 1,1 доллара. То есть 1 доллар, 10 центов. И сразу есть капитализация уже. До этого ее не было. То есть это биржевая капитализация за счет роста стоимости акции выше номинальной. Понятно, да? Она может быть и ниже. Декапитализация тогда идет. Таким образом, определение цены предложения акций. Вот эту цену тоже, кстати, акции по акциям надо очень четко определить. Можно предлагать выше номинальной стоимости. Я говорил, что с номинальной стоимостью, но можно и ниже номинальной стоимости предложить. В любом случае для нас выгодно, поскольку какую бы стоимость ни предложили, она в любом случае выше той нашей затраты, которую мы сделали за счет своих инвестиций. Я сейчас не буду вдаваться в детали, пояснять, что это такое. А что это значит для миноритарного акционера, когда есть капитализация по плану B? По какому плану B? Это не по плану B, Витя. Значит, нет неустановленной ЭКО, предварительная цена токена не установлена. И что это значит для миноритарного акционера? Ничего не значит. Капитализация по плану. Не важно, там, мажоритарный ты акционер или миноритарный акционер. И это не план B, а это так называемая капитализация, а не разных типов. По типу B, а не по плану B. Идем дальше. Идем дальше. Сейчас, одну минутку, коллеги. Я тут, нету сегодня у нас помощника, поэтому приходится тут ряных товарищей удалять отсюда. Значит, смотрите. Что у нас еще есть здесь очень важно? Основное об IPO и ICO. GTI, акции X и Y есть у нас. Как я уже сказал, это простые или наоборот. Значит, акции привилегированные и акции Y. Акции Y, X находится у Евразии на RealSky Business Holding и Holding 2. Инвесторы и партнеры мы с вами с одной стороны, да. Вот, это половина минус одна акция, минус одна акция, да. Акционеры мы все внутри компании и у нас акции X. Теперь, при выходе выходим на... Мы не знаем, как эта компания сегодня называется. Выходит ли компания или выходит что-то другое. Это надо еще определиться. Здесь появляются потенциальные инвесторы, которые хотят стать акционерами. И уже акции, которые выводятся... Я извиняюсь, это не акции. Здесь акции X, это акции, которые уже у нас на руках. Акции Y, это те, которые еще свободные акции. Правильно так сказать в данном случае. Вот, эти свободные акции начинают приобретаться. Акции X и Y прямо, то есть, те, которые у нас есть, и те, которые свободные акции. Прямо или через крипто-токены на бирже. Вот, как можно к этому делу, как бы, ну, подходить или смотреть на него. Теперь, Борис, в нашем случае было бы очень глупо расслабляться и надеяться только на крупных инвесторов. В данном случае это еще и страховка в обеспечении притока инвестиций. Нет, конечно, Борис, не надо надеяться. Но вопрос в том, что, вы знаете, сейчас крупные инвесторы, которые уже готовы в рамках вот этой части, понимаете, вот этой части свободных акций сегодня инвестировать. А когда я говорил здесь выше, про этих инвесторов, привлекать, привлечение инвесторов, я говорил, что это подготовка к выходу на биржу. То есть, это инвесторы потенциальные остальных. Может быть, кто-то из них, кто сегодня стоит в очередь за теми 50% минус 1 акции, которые сегодня обеспечивают процесс инвестирования. Поэтому здесь надо, значит, немножко котлеты и мухи отдельно держать. Не забывать, что и эти, и другие есть. Поэтому выход... Так, одну минуточку. Закрытие. Оценивая интеллектуальность... Пошли быстро вы вверх все, давайте немножко... Так. Алексей сказал, что вот-вот придет крупные инвесторы. Да, конечно, придут, они есть уже. Зачем тогда нам мучиться, привлечение новых мелких, да еще с новыми... Почему? Мы не мучаемся, мы ведем процесс. Или... Ну вот, смотрите, другой момент. Ирина, давайте сядем и будем поплевывать потолок и ждать, когда придут другие инвесторы. И что вы думаете, будет процесс продвигаться в Экотехнопарке? Нет, дорогие друзья. Он не будет продвигаться. Он остановится. Потому что все надо делать. И то, что мы делаем, это тоже работает на привлечение инвесторов. Когда они придут, как говорит бабушка Сергея Сибирякова, нам бы дожить до этого времени. Доживем. Я в этом абсолютно уверен. Но тут нет крайностей. Или-или. Надо делать и-и. Поэтому вход Корнил бы быть... Может быть закрыт вскоре после поступления авансовой оплаты за адресный... Нет. Нет-нет-нет. Галина, значит, Краснодар. Вход... Какой адресный? За счет какого адресного проекта? Нет. Это не так быстро все происходит. Я же вам показывал, что 100 миллионов... Да, если кто-то оплатит 100 миллионов, то тогда закроется. Но провести просто 100 миллионов тоже уже непросто. Это займет как минимум полгода времени. Поймите правильно. Это же не просто так я пошел из кошелька. Из кошелька взял 100 долларов или там 100 евро. Вложил в компанию и процесс пошел. Это 100 миллионов. Это не так просто их провести. Тем более, значит, в Беларусь. В нашем случае было бы очень глупо расслабиться и надеяться. Да, правильно, Борис. Страховка, беспредельные инвестиции. В данном случае это еще и страховка. Да, правильно. В какой-то степени вы правильно сказали. Нужно каждому ежемесячно инвестировать в проект до самого закрытия входа. Правильно. Это самая правильная, Виктория, стратегия. Не нужно. Можно. Кто может инвестировать? Кто соображает, делает это? Кто не очень или не позволяет у него? Ну что ж. Так она есть. Хорошо, что уже сколько ты проинвестируешь. Извините, может, неправильный вопрос завал. Если есть капитализация, Б, то это для инвесторов хорошо. Или инвестор данной капитализации отношения не имеет. Капитализация, А, Б. Нет, инвестору всякая капитализация. Интересно. Смотрите. Инвестор будет смотреть. Идет ли эта капитализация, значит. Этого он еще не увидит, инвестор. Потому что это уже когда мы на бирже. А эти капитализации его очень сильно интересуют. Вот именно эта капитализация его интересует. Что? Как? Как прирастает имущество? Как оно оценено? Сколько инвестировали? Сколько получили? Наоборот. Как это оценивается? Какова стоимость по сравнительному методу оценки? Прибыль компании какая была? Получили? Получили ли дивиденды? Получат ли дивиденды? Рассчитано ли это? Откуда они это получат? Получат это только из проектов, дорогие друзья. Понимаете? Из строительных проектов. И мы с вами тоже этот вариант и рассматривали уже. В этом плане все очень четко. А, это вы для Ирины. Понял. Аванс на адрес идет на адрес, а не на технопарк. Конечно, на адресный проект. Но, Александр, тут есть один нюанс. В какой-то степени, ведь понимаете, что такое технопарк? Технопарк это площадка проявления всех инвестиций. Площадка, откуда растут ноги сертификации. А готовится она где? В конструкторском бюро, в производстве и так далее. То есть, любой адресный проект это заказ работ нашему конструкторскому бюро. Это сразу же уменьшает затраты на содержание конструкторского бюро в 400 человек уже. То есть, определенная группа людей получает дополнительный приток средств для оплаты их труда и так далее. Плюс, в денежных потоках есть еще интересные нюансы, что ведь это же не так, что я вот отсюда взял на адресный проект деньги, положил сюда и сижу, жду, когда какие-то поспеют работы. Это денежный поток, это как река, которая проплывает. И я могу пользоваться этими средствами, но я знаю, что в балансе и в расчете денежных потоков я эти деньги должен потом буду туда положить обратно за счет других источников поступления. Поэтому это, наоборот, облегчает процесс и недофинансирование служит уменьшению какому-то недофинансированию. Недофинансирование или недопоступление средств в денежный поток в соответствии с запланированным. Вот только на это. В этом плане надо это дело учитывать. А теперь смотрим дальше. С этим мы разобрались. Теперь, что можно и нужно вводить. Смотрите, ну я просто повторю это уже раз мы говорили об этом. Нужна ли реструктуризация группы компаний? Кто помогает? Может быть нужна. Я сегодня не знаю. Что такое реструктуризация группы компаний? Это может быть надо будет что-то там сделать. Но единственное, что в данном случае незыблемо, нетронутыми остаются две компании. Евразия НРСКВС Холдинг и Евразия НРСКВС Холдинг 2. Это факт. Подготовка компаний к публичному статусу. Там разные документы надо делать. Не важно, делаем ли мы с вами IPO или ICO и аудит финансовой отчетности. Скажем так, при ICO это не требует никто. При IPO это требуется. Но юридическая экспертиза бизнеса или же, скажем, по крайней мере, такая как бы определенной степени экспертиза нужна. Это надо описать в описании бизнеса той, что стоит за этим крипто, которую мы предлагаем. Технологическое кадровое потенциал. То есть это все надо отобразить там все равно. Желаем мы того или нет. Мы от этого сильно не уйдем. То есть в любом случае этот процесс, он будет идти. Далее. Ну, информационное соображение. Так и... Надо еще дорастать. Есть куда дорастать. Смотрите. Значит, это следует изменить. Что следует изменить? Толковая юридическая структура. Показатели надо показывать. Корпоративное поведение. Кодекс. Это все учитывать. Создание представления о компании. Эффективное производство и проекты строительства. Вот очень важно, как здесь складывается. На остальное потом начинают смотреть. И перспективы бизнеса. Вот основные как бы элементы. Или наработать. И далее идет уже стоимость собственного капитала. Ее надо правильно рассчитать. Или стоимость бизнеса. Она состоит вот из всех этих элементов. Заемного капитала. К счастью, у нас заемного капитала пока нет. Динамика денежных потоков есть такая, какая есть. Темпы роста сохраняются в соответствии. Иногда мы как бы по графику отстаем от задекларированного. Но тем не менее мы идем и темпы сохраняются. Понятие эффективность. Понятная эффективная стратегия. Пока она понятная и достаточно эффективная. Тут спору нет. Эффективность управления активами. Но активами у нас пока еще управление сильного не идет. Мы создаем в большей степени свои активы. Хотя это тоже. Смотрите, с какими средствами мы создали свое производство. Это одно из эффективных средств управления активами. Мы создали активы, которые, это тоже есть капитализация, но мы создаем через это свои активы. Прозрачность структура капитала. Очень прозрачная. Тут особо нечего говорить. Но это надо все обеспечивать и описывать в соответствующих документах. Риски отраслевые, то есть нашей отраслью является транспорт, экономический и страновые. То есть по странам, по экономике, экономически там масса рисков мы когда-то не... А кстати, что интересно, что эти все риски в бизнес-плане описаны. Их там порядка 8, это как считать, 8 или 12 типов рисков. Хотя мы сегодня говорим в основном о рисках только временных рисков. Но риски остальные тоже есть. Их тоже надо учитывать. Ведь смотрите, кадровый риск, он вполне может быть и, скажем, с ним ничего не скажешь, потому что вдруг где-то не будет хватать кадров. Ими тоже надо заниматься. Кадров по строительству. То есть это очень-очень важный момент. Но у нас в бизнес-плане на этот счет как бы расписано, что эти риски, они появляются, кадровые риски, уже на стадии освоения строительных проектов. До введения экотехнопарка в эксплуатацию эти риски минимизированы, насколько это возможно. Так, Алексей вчера рассказывал, что какие-то крупные... А, это еще раз повторили, да? Так, на интеллект... Так, 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 так. Крупные потенциальные риски хотели получить права на интеллектуальную собственность на территории их страны, но им отказали. Имеет это право на территорию Австралии только Радху? Нет. И он тоже этого права не имеет. Что это значит и в какой форме осуществляется? Вы понимаете, Александр, что в Австралии Радхук не имеет этого права. В Австралии создана компания, где у Global Transport Investment 51%, у австралийской стороны, назовем это так, 49%. Это значит, что окончательно право решения по имущественным вопросам стоит за тем, кто имеет 51%. Прав на интеллектуальную собственность никуда, нигде, никогда не передавалось. Поэтому его нету и у Радхукова, и нету в Австралии, у австралийской компании. Есть только возможность в рамках того, как вот Global Transport Investment имеет договор, учредительский договор там. Значит, он... Нет, он не оговорился. Смотри, вчера рассказывал, что какие-то крупные... Крупные потенциальные... Хотели, хотят, конечно, получить. Но, пардон, чтобы получить, это не так просто. Это значит взять и отдать интеллектуальную собственность и сказать, что нет, дорогие друзья, теперь вы будете на территории Австралии этим делом заниматься. Нет. Компания, которая там создана, вполне вероятно, она может получить так называемые преимущественные права осуществления проектов по технологии строительства трасс, транспортных структур по технологии SkyWay в Австралии. Но это отдельная история. Этого пока им не дано. Значит, так что относится... Ну, может быть, может быть, или, может быть, вы не совсем так поняли. Может быть, он вас не понял. Так, таким образом, дорогие друзья, наше время подходит сегодня факторная стоимость компании. Вот видите, значит, под завязку определить действительную величину стоимости бизнеса. Это, как я говорил, что влияет на это? Объем заказов, прибыль, о которой мы сегодня говорили, выплаченные дивиденды, рост капитала, то есть капитализация, окупаемость проектов. Строительство экотехнопарка очень сильно окупается, уже окупается. И он капитализируется, как мы уже говорили, да. Определить величину капитализации и рыночной стоимости бизнеса. Сравнить их с кем-то там, с чем-то, с какими-то другими проектами. Выявить факторы роста стоимости, определенной степени их влияния. Рассчитать величину потенциальной стоимости возможного прироста, там, или потенциальной стоимости акций, там, или токены, и так далее. Рассчитать величину синергетического эффекта изменения стоимости в результате реструктуризации компаний. Но это отдельная история, это касается тех компаний, где выводится целый концерн. В нашем случае это не совсем, как бы, имеет место пока быть. И напоследок, моя к вам просьба и предложение. В инвестициях мы говорим не об купле-продаже открытой, мы говорим об инвестициях и о поддержке Skyway. Мы инвестируем в поддержку Skyway и получаем залоговые акции. MLM-маркетинг, MLM-сетевой маркетинг. Мы используем элементы. Это не чистейший MLM и не чистейший сетевой маркетинг. Да, мы используем этот инструмент для того, чтобы передавать информацию и вести инвестиционный процесс. А это крупный венчурный проект, который использует эти элементы. Акции, дивиденды, бонусы, партнерские программы, квалификация, пакеты. Это все за чертой, которую, ну, скажем, ею занимаются те, кто занимаются уже бизнесом. Всем остальным не заморачивайте свои головы и передавайте это из уст в уста. Но не то, что вы выдумали и не то, что вы услышали и недопоняли, а то, что вы выяснили, уяснили для себя. Только это и передавайте. Так, Владимир, если вернуться к моему предложению идеальной недельной давности, а, да, Владимир, вы говорили об этом уже. Ну, есть такой разговор, я его передавал. Значит, я не исключаю того, что, вероятно, такое будет. Пока я полного подтверждения не получил, у нас планируется, вот она отодвигается уже который раз, встреча в Минске, когда мы каждый квартал один раз с Анатолием Эдуардовичем встречаемся. Вот никак в прошлом квартал уже закончился, мы еще не смогли встретиться, начался новый квартал. И вот в ближайшее время, вероятно, эта встреча будет. И обычно мы на таких беседах основательно передаем вот пожелания и идеи, которые поступают от инвесторов. Да, конечно, я согласен с вами, абсолютно правильно. Я такого же мнения придерживаюсь, Владимир. Арабская делегация должна была прибыть в Технопарк. Какие результаты? Пока не знаю, Елена. Да, и писали, что Ротхук должен был приехать в третьей декаде октября. Приезжал? Нет, пока не приезжал, приедет, узнаете. Был Анатолий Эдуардович там, поэтому, скорее всего, Ротхук приедет чуть попозже. Но, вероятно, он все-таки в этом году приедет или приедет кто-то из его команды, потому что там есть моменты у, как бы, еще передачи документаций им туда. Последних документов, которые должны быть нотариально зафиксированы в Белоруссии. Так, дорогие друзья, если вопросов больше нет, я благодарю за внимание. Желаю вам очень четко сориентироваться. Я к разговору в самом начале нашей сегодняшней встречи к Аплайну. Это наилучшая возможность получить инструмент. Причем это будет площадка, которая будет и впоследствии в ближайшем времени. Сейчас ведутся большие работы, что это будет площадкой по обучению всем тем делам, о которых я вам обещаю уже второй год. Понимаете? Просто нет ресурса, чтобы это осуществить. Но очень хочется, чего я вам и желаю. Поэтому давайте двигаться вперед. Строй сковей спасает планету. Так, и доброго здравия вам, вашим близким. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok